Современные компьютерные технологии становятся доступными для людей самых разных поколений. В Манчегорске начал свою работу интерактивный центр «Открытый мир». Подробности в нашем следующем сюжете. Попалом и попалом. Проект «Открытый мир» реализовали на базе публичного центра правовой информации, что функционирует в Центральной городской библиотеке Манчегорска. Его цель – сделать современные компьютерные и интернет-технологии доступными для людей пенсионного возраста, инвалидов и ветеранов. Для этого здесь установили 10 ноутбуков и плазменную панель. Провели высокоскоростной интернет. С помощью современной техники людей в возрасте будут обучать в работе с компьютером. Найти своих старых знакомых в интернете, обратиться к представителям власти, пообщаться с родными и близкими при помощи видеосвязи. Все это теперь станет понятно и доступно даже не самым продвинутым пользователям. Представляете, как будет здорово. Сидит бабушка в библиотеке и общается со своим внуком, который находится где-нибудь в Рязани, в Казани или еще где-то в режиме онлайн. Такая возможность у манчегорцев есть. Не у многих такие возможности есть даже в Мурманской области. Алла Афанасьева уже два года на пенсии. В свободное время самостоятельно пыталась освоить компьютер и интернет. Зарегистрировалась в Одноклассниках. Получается, у женщины далеко не все. Возникает много вопросов. Возможности получить новые знания очень рада. И еще мне очень важно вот это общение. Дух библиотеки, общение может быть какое-то со сверстниками, со своей социальной группой. Поэтому я благодарна тому, что вот сейчас я имею такую возможность. Еще раз спасибо всем. И Кольской КГМК, и библиотеке, и вообще всем людям, которые вот мне это дали. Дали такую возможность. Здесь новая информация, все это общение. Дома-то одному сидеть за компьютером, конечно, везде там бываешь. А тут много информации, которая непонятна. А у кого-то спросить надо. Они дают информацию, например, в компьютере. Подробности это такое. Разъяснить некому. А здесь, мне кажется, все разъяснят, все объяснят. Все будет понятно. Открыть такой центр для людей старших поколений удалось благодаря финансовой поддержке Кольской горно-металлургической компании. Открытый мир – это одна из немногих общественных инициатив, победивших в конкурсе социальных проектов, объявленном компанией меньше года назад. Значительная часть проектов, поддержанных экспертным советом, уже реализована. После реконструкции открыт единственный в области музей «Дети войны». В рамках проекта «Встреча в литературном парке» создана новая культурно-досуговая площадка для детей и взрослых. Близок к завершению – проект развития экологического парка. В декабре доступ к электронным ресурсам получат слепые и слабовидящие. Добрых дел множество, однако на достигнутом останавливаться не намерены. В следующем, в 2012 году, Кольская ГМК проведет новый этап конкурса. Мы приглашаем общественные организации, Манчегорска, инициативных людей вновь поработать, посмотреть вокруг, увидеть что-то, что можно изменить при помощи грантов Кольской ГМК и ждем этих проектов от инициаторов. У всех желающих есть еще два месяца на обоснование своих идей. Оформить проект готовы помочь в экспертном совете. Его представители напоминают главный критерий конкурса – социальная значимость идеи. Предпочтение дадут проектам, которые вовлекают как можно большее количество людей.